МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранится ли проект после блокирования его сайта Роскомнадзором? Утром в понедельник во французском городе Кален начался демонтаж нелегального лагеря беженцев. Джунгли так прозвали этот лагерь местные жители. По данным властей, тут проживали около 7 тысяч человек. Неофициальные цифры гораздо выше. Лагерь беженцев во французском Кале на севере Франции возник стихийно летом прошлого года. Там начали скапливаться нелегальные мигранты, которые рассчитывали попасть из Франции в Великобританию по Евротоннелю. По официальным данным, до недавних пор там проживали около 7 тысяч человек. По сведениям правозащитников, 10. Местное население прозвало лагерь джунгли. После его появления обстановка в Кале резко обострилась. Жители неоднократно требовали расселить беженцев и снести лагерь, из-за которого, по их мнению, вырос уровень преступности и упали доходы от туризма. Весной полиция снесла часть построек. В ходе сноса вспыхнули беспорядки. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Лондон выделил средства на строительство стены вдоль шоссе, чтобы мигранты не могли проникать в грузовики, идущие в Великобританию. Теперь власти Франции намерены распределить мигрантов по различным районам страны. Там им дадут возможность подать прошение об убежище. Если они не пройдут эту процедуру, им грозит депортация. Накануне демонтажа в лагере беженцев произошли беспорядки. За ходом событий в Кале на месте следила в понедельник корреспондент ДВ Барбара Везель. И вот что она нам рассказала. Настроение в лагере спокойное. Люди настроены мирно. Утром чувствовалась усталость. Огромные шеренги людей выстроились в очередь в направлении больших ангаров, которые установили рядом с лагерем для беженцев. Там люди регистрируются, затем рассаживают по автобусам и отправляют в разные регионы Франции. Однако вся эта процедура продвигается очень медленно. Процесс затягивается. Так, например, к полудню понедельника лишь 600 мигрантов получили специальные разрешения на выезд и смогли покинуть лагерь. Если все будет продвигаться в том же темпе и дальше, то французским властям понадобится очень много времени, чтобы действительно демонтировать весь лагерь, или, как его здесь называют, джунгли. Ожидание изматывает. Конечно, это вызывает недовольство людей. Соответственно, меняются и настроения. Французским властям необходимо больше общаться с беженцами, объяснять, что здесь происходит и почему. Это необходимо для того, чтобы ситуация продолжала оставаться такой же мирной, как и сегодня утром. Лагерь в Кале был давно головной болью французских властей. Насколько вероятно, что сейчас лагерь окончательно демонтируют? Ведь это не первая попытка его ликвидировать. Этот лагерь, который здесь называют джунгли, будет точно демонтирован. Бульдозеры уже стоят на готове. Их задействуют, вероятно, через 3-4 дня. Лагерь действительно ликвидируют. Полиция поставит ограждение, так что повторное заселение этого места исключено. Однако это уже третий джунгль, который мы наблюдаем в Кале на протяжении последних лет. Не исключено, что и на этот раз появятся другие стихийные лагеря. Люди будут продолжать свои попытки воссоединиться с семьями в Великобритании. К тому же многие не знают, куда им податься. Их разбрасывают по всей Франции. Направляют в общей сложности в 280 пунктов. Некоторые находятся в очень маленьких селах. Многие мигранты считают, что там у них нет будущего. Не исключено, что некоторые вновь вернутся сюда. Это была специальная корреспондент Deutsche Welle в Кале, Барбара Везель. К другой теме. В ВВС, возглавляемые США международной антитеррористической коалицией, нанесли самые мощные удары по позициям боевиков в Масуле. Этот город более двух лет находился под контролем исламских радикалов. Операция по его освобождению может затянуться. Ожесточённые бои идут за каждую улицу и за каждый дом. На подступах к Масулу повсюду укрепление бойцов, запрещенной в России террористической организации ИГЭ. Иракская армия и курдские ополченцы уже на крайних города. А накануне с многочисленными потерями курдам удалось очистить от террористов город Башеку, в 12 километрах от Масула. Успех в Башеке произошёл во многом благодаря поддержке турецкой армии, которая обучала курдов, а теперь обстреливает позиции ИГЭ из артиллерийских орудий. О чём не без гордости заявил премьер-министр Турции Бенали Илдырым. Курдские ополченцы попросили нас о поддержке. И мы помогли танками и артиллерией, расположенной на нашей военной базе поблизости Башеке. Сообщается и об успехах правительственных войск Ирака. С начала операции им удалось освободить уже 50 населённых пунктов от ИГЭ. При этом Ирак отказывается от помощи Турции при освобождении Масула. Битва за Масул – это дело Ирака. Мы планируем операцию, и мы воюем. Я знаю, Турция тоже хочет воевать. Спасибо большое за поддержку, но это наша война. Иракцы хотят сами освободить Масул и другие города. Эксперты по Ближнему Востоку отмечают – дело в старой вражде между суннитами и шиитами. Турция готовит для битвы за Масул суннитских бойцов, в то время как иракская армия в основном состоит из шиитов. Несмотря на успехи и курдов, и армии Ирака, освобождение Масула может затянуться. За прошедшие выходные боевики ЕГЭ напали на несколько крупных городов Ирака, чтобы оттянуть правительственные силы от Масула. По разным данным, в этих столкновениях погибли до 80 иракских военных. Если в России набрать адрес сайта 10-404, то в большинстве случаев на экране компьютера или смартфона появится сообщение Роскомнадзора о том, что данная страница внесена в реестр запрещенных. Соответствующее решение надзорное ведомство приняло еще две недели назад. Проект, целью которого является оказание поддержки подросткам, гомосексуалам, визбиянкам, бисексуалам и трансгендерам, не закрыт. Но работать стало сложнее. Подробнее об этой истории в репортаже московского корреспондента ДВ Юрия Решито. Тема, о которой в России нельзя говорить вслух. Все делают вид, что их не существует. Мальчиков, которые любят мальчиков. Девочек, которые любят девочек. Онлайн-проект «Дети-404» был единственным местом, где ЛГБТ-подросткам оказывали поддержку. Ведь гомосексуалы в России нередко подвергаются травле, преследованиям, избиениям, страдают от социальной изоляции. Команда психологов проекта оказывала подросткам помощь в сети. Однако Роскомнадзор добавил сайт в реестр запрещенных. Хана Корчемная, руководитель психологического направления проекта. За последние три с половиной года психологам-волонтерам удалось оказать помощь десяткам тысяч парней и девушек. Разумеется, будет огромной проблемой, поскольку к психологам, непроверенным психологам, не знающим о том, что такое гомосексуальность, будет очень сложно подросткам разбираться в своих проблемах, понимать себя. Будет очень сложно ориентироваться в том, что с ними происходит. Власти обвиняют проект в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В России она запрещена. Три года назад Российская Госдума выпустила соответствующий закон. По мнению правозащитников, он лишь разогрел гомофобные настроения в России. Инициировал принятие скандального закона депутат правящей партии «Единая Россия» Виталий Милонов. Сам он называет себя борцом за православные ценности. Подонки, это нелюди, это животные, последние гадкие сволочи, которые вторгаются к нашим детям и пытаются им пропагандировать гомосексуализм. Хозяйка сайта, нужно ее выгнать из России, пускай она этим занимается где-то в другой стране. Привожим в Саудовскую Аравию, можно к друзьям Соединенных Штатов перевезти, чтобы она там дети 404 открыла и там голову отрубит. Для российских геев и лесбиянок такие переполненные ненавистью высказывания в жизни – это часть повседневности. Противостоять травле удается не всем. У некоторых опускаются руки. 30 случаев сведения счетов с жизнью зарегистрировали лишь создатели проекта «Дети 404». 30 – подростков, которых, несмотря на помощь, спасти не удалось. Мы находимся в изоляции. Мы не можем говорить открыто о том, что происходит в нашей жизни, что происходит в нашем досуге. К сожалению, наши помогающие практики тоже ограничены, тоже вынуждены либо молчать, либо не вступать в контакты с такими подростками. Тот, кто в России оказывает помощь гомосексуалу, лесбиянке или трансгендеру, автоматически становится правонарушителем. Соответствующий закон запрещает и любое положительное освещение темы гомосексуальности в прессе. 88% россиян такое положение дел устраивает, а половина из них считает, что законодательство должно преследовать и за саму нетрадиционную ориентацию. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель проинформировал Евросоюз о том, что его страна не может пока одобрить ратификацию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой. Причина в позиции двух бельгийских регионов. Подробности во взоре новостей. Столичный регион Брюссель вслед за Волонии отказался одобрить ратификацию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой. Региональный парламент высказался против ЦЭТа. Таким образом, запланированное на 27 октября подписание договора о создании зоны свободной торговли может не состояться. Москва не видит смысла вести переговоры о возобновлении гуманитарной паузы в сирийском Алеппо, пока США не изберут нового президента и не появится новая администрация. Об этом заявил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков. В российском МИДе ответственность за срыв медицинской эвакуации в период предыдущей гуманитарной паузы перекладывают на сирийских повстанцев. За неделю до Хэллоуина в Мексике прошел парад Катрины. Каждый год женщины и девочки всех возрастов переодеваются в красочные платья и гримируют лицо, чтобы быть похожими на изображение Катрины Калаверы со знаменитой мексиканской гравюры. Этот образ используется для традиционного грима на День мертвых. А в выходные в Мехико прошел также специальный парад под названием «Прогулка зомби». Кстати, о приближающемся Хэллоуине. В Германии его отмечает все больше людей. На подготовку к этому празднику немцы тратят до 200 миллионов евро в год. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете о развитии событий в следующем выпуске ДВ Новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин